Беседа с Его Божественной Милостью Аче Бхактивидантой с вами Прабхупадой, 19 июля 1973 года, в Лондоне, Англия. Пашьянти, слово означает «Они видят». Дьянавастита, медитации. Это из шестой главы вы цитируете? Нет, это из Бхагаватам. Возможность видеть не дает Ананды. Конечно, это тоже Ананды, несомненно, но есть разница между тем, чтобы видеть и говорить, и тем, чтобы стать другом. Дружеские отношения, любовные отношения, родительские. Это нечто высшее. Если этот йоги покидает свое тело в этом состоянии, то он достигает Вайкунхи? Возможно ли? Иногда преданные задают мне такой вопрос, если йог достигает планеты Вайкунхи, но по своей изначальной природе он не должен общаться с Кришной Нагалоки. Почему не с Вишну? Вайкунха – это Вишну, Нарайна. Это тоже. Но там Нарайне поклоняются в благоговении, в почтении, как Богу. Там нет такой дружбы, как во Вриндаване. Это невозможно. Випра-ламба-сакья – Айшварья. В богатстве. Там Верховному Господу поклоняются. В роскоши. Айшварья. Во Вриндаване. Преданные практически не знают, что Кришна – Бог. Они думают, Он наш дорогой друг. Им даже не интересно знать, Бог Он или нет. Но на Вайкунхе они знают, что Он – Бог, и поклоняются Ему с почтением, с уважением. Я это понимаю. Вопрос в том, что, допустим, Йог не обрел совершенного знания. Он не знает о Кришне. И поэтому Он медитирует на Параматму. И Он достигает Вайкунхи. Может ли Он, из-за того, что у Него нет совершенного знания? Нет, нет. Если Он просто постиг Параматму, Он не сможет отправиться на Вайкунху. А может ли Он потом, позднее, с Вайкунхи перенестись на Галоку? Да, такие примеры тоже есть. Он может. Но если преданный знает Кришну, если он знает о Кришне, то, куда бы Он ни попал, Он достигнет своего совершенного положения, как, например, Бишма знал о Кришне. Преданные Кришне. Идут непосредственно к Нему. Особенно те, кто поклоняются Кришне через Чайтани Махапрабу. Они идут прямиком на Кришналоку. А как насчет таких случаев, как Бишма Дев, который знал о Кришне Магалоке, и Он отправился к Кришне, как к Партха-Сарадхе? Нет. Он понимал Кришну, как Нараяну. И поэтому Он отправился на Вайкундху. Но Он в совершенстве знал. Он был Махаджаном. Но Он любил Нараяну, Чатурбуджу. То есть, это было Его изначальное положение. Хорошо. Как, например, Мадхурия раса превосходит по своему уровню все остальные уровни. Мадхурия раса. Любовь, любовные отношения. Тем не менее, есть преданные, которые предпочитают любить Кришну в родительском настроении или как друзья. Это их предпочтение. У каждого есть свои предпочтения. Но между ними нет разницы. Все это... Тождественно, нет разницы между преданным Кришной и преданным Нарайаной. Это лишь их предпочтение. Разнообразие вкусов. Есть еще связанный с этим вопрос. Эти вопросы возникают на лекциях по Бхагаватам у преданных, потому что они думают об этом. И иногда у них появляются хорошие вопросы. Когда Кришна воплощается в своих частичных воплощениях, таких как Вараха, Нарисимха, это происходит в материальном мире? Да. Иногда преданные развивают близкие отношения с этими воплощениями. Есть ли соответствующие планеты на Вайкунхе, где находятся эти проявления, эти воплощения? Есть ли планета Нарисимхи или Нарисимхаллока в сфере Вайкунхи? Насколько я знаю, эти планеты находятся в этом материальном мире. Всякий раз, когда он приходит, даже планета Рамачандры, насколько мне... На всех Вайкунхах Кришна находится в своей Чатурбудже, в четырех рукой форме. Но те преданные в конечном итоге отправятся туда, такие преданные, как преданные Сита Рамы, они тоже обретут в духовном мире свои разные положения. Хорошо, спасибо большое. Мошенник Дарвин говорит, что человек произошел от обезьян. Почему обезьяны не порождают человека? Все они мошенники. Просто негодяи. Как его звали? Нейман? Руби. Его, по-моему, зовут Руби, что-то в этом роде. Очень хороший джентльмен, ему нравится Бхагавадгита. Он сказал сразу об этом. Моя жена набирала ваши лекции, печатала на машинке. Она закончила лекции в Лос-Анджелесе. Она печатала лекции в Майяпуре. У нее есть печатная машинка. И она печатает в течение дня и присматривает за ребенком на той же квартире. Она также приходит на лекции? Да. Очень хорошо. Они живут прямо через дорогу в храмовых апартаментах. В нашем доме? Да. Сейчас наше издательство будет размещено в нашем доме. Прямо напротив храма. Поэтому я просил его, купите эти дома, купите. Что бы там ни было. Они платят аренду в другом месте. Так почему бы не платить здесь? И тогда у нас будут постоянно жить люди. Здесь все дети тоже живут. Очень хорошо. Итак, сейчас у нас 4 или 5 домов. 2 дома. Отведено BBT. И 3 дома. Это будет целый город. Это так здорово. Все дети живут вместе. Баладево живет рядом, маленький мальчик с рыжими волосами, Анирутха, светловолосый. И еще один рыженький мальчик живет рядышком. Они лучшие друзья. Они все играют в переднем доме. Там много места для детских игр. Очень хорошие возможности. Через один дом. Есть еще дом. На улице, да. С нашей стороны улицы. Вот Сика. Это Венис. На улице Венис у нас 2 дома. Риэлторы, они думают, что мы очень-очень богаты после того, как мы купили эти дома. Здесь тоже у нас может быть очень хорошая община в этой деревне. Столько земли, дома продаются. Если мы сможем организовать, сейчас вы можете использовать эти земли для того, чтобы выращивать фрукты, цветы и все. Все, что можете вырастить. Но используйте эту землю. Неважно, что вы будете там выращивать. Все, что угодно.